Приветствую всех зрителей Сотовижн. Обсудим стремительное падение рубля с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что конкретно сейчас происходит с рублем, с чем это связано? Ну, происходит ровно то, о чем говорили большевики, то есть адекватные экономисты, которые понимают, что сколько бы проблемы не заметать под ковер и не красоваться какими-то дутыми цифрами экономического роста, фальсифицированной инфляции и так далее, все равно правда вылезет в экономике через тот самый надежный инструмент, который не может соврать, а именно соотношение национальной валюты к другим мировым валютам. Соответственно, это произошло, и давайте считать сегодня началом такой же явной пазы кризиса, потому что месяц назад я сказал, что кризис начался, но это только самая первая паза. А вот сейчас явно уже всем понятно, что с экономикой происходит катастрофа, и других слов уже подбирать не нужно. И сейчас очень мне напомнилась ситуация, это черный вторник 1994 года. Вы тогда еще, наверное, не родились и не помните, как это было. А я учился как раз на первом курсе экономического факультета МГИМО, Международных экономических отношений, и к нам пришли очень видные экономисты рассказывать, а что же случилось в этот черный вторник, почему рубль вдруг резко упал. Вот когда рубль падает за один день так резко, это свидетельствует о том, что в экономике накоплены большие структурные проблемы, которые выплескиваются разово, несмотря на все усилия Центробанка, несмотря на все усилия правительства, выплескиваются вот так разово. То есть изменения накапливаются долго, а реализуется молниеносно. Вот изменения очень долго накапливались, никто их не хотел замечать из провластных экономистов, из инвесторов, которые говорили, да у Путина денег навалом, завались. И, соответственно, я был шокирован докладом Алексашенко Иноземцева и Некрасова, который вышел буквально три или три недели назад, где они как раз говорили, насколько надежен тыл диктатора, насколько все хорошо у Путина, и экономические санкции только ему помогают, поэтому давайте снимем экономические санкции. Ну, там прямо так не сказано, там сказано, экономическое давление неэффективно. А так как этот доклад, естественно, предназначался для западной аудитории, в первую очередь, ну, это такой толчок для снятия санкций или ослабления, или, во всяком случае, непродолжение этих санкций. Я написал ответ, разбор достаточно подробный на четырех страницах. Сегодня я опубликовал в своем Фейсбуке. Вячеслав Ширяев, заходите, ищите, доклад сегодня висит. И в своем телеграм-канале начал публикацию в виде сериала. Телеграм-канал «Коротко по делу», «Коротко по делу в одно слово». Соответственно, сегодня первая серия опубликована, где я по пунктам разбираю, что не так с этим докладом, и как на самом деле все обстоит в российской экономике. Я не ожидал, что публикация моего ответа совпадет с ярчайшим доказательством нашей правоты. Нашей, я имею в виду тех экономистов, например, Липсиц, Милов, которые все видят, нутро видят российской экономики, насколько оно гнилое, насколько там реально громадные проблемы, которые пытались, так скажем, нивелировать какой-то политикой повышения учетной ставки и так далее, но все это вылезло, потому что денег реально, то есть денег в том смысле не в денежных знаках, нарисованных на бумажках, а стоимости реальной, то есть товаров, услуг, которые вы можете купить за эти деньги, в стране просто катастрофически не хватает по отношению к той денежной массе, которая выброшена Путиным для осуществления своих военных действий. Соответственно, вот это сейчас происходит балансировка реального предложения товаров и услуг экономики с той денежной массой, потому что очень много идет от репорта. И надо понимать, что если в России чего-то не хватает, это должно завозиться из-за границы. А курс отражает, насколько вы можете или не можете себе позволить то, что вы привозите из-за границы. Условно говоря, сегодня если курс 90, а завтра 120, то ровно на 30% вы можете меньше привезти себе в страну. Это значит, что вы беднее. Это показатель, что страна не может себе позволить жить так, как она могла себе позволить жить еще некоторое время назад. Вот что отражает курс. И важно понимать, что Центробанк боролся с этим, то, что произошло сейчас, всеми силами повышая ставку, загоняя деньги на депозиты. Но сейчас впервые у Центробанка, это важно, нет механизма остановить дальнейший скачок курса доллара. Почему? Потому что раньше как действовал Центробанк? Летит курс вверх, Центробанк задирает ставку. Так было в 2014, так было в 2022 году. Все успокаиваются. Почему успокаиваются? Потому что вы не можете занять рубли, купить на них доллары, посидеть три месяца, продать доллары, вернуть банку кредит под нормальный процент и еще заработать на курсе доллара. То есть Центробанк борется с попытками купить много долларов повышением учетной ставки. А теперь-то куда ее повышать? То есть впервые в момент скачка доллара у Центробанка такая огромная ставка учетная, 21%, что сейчас им, чтобы перебить эту доходность по валюте, которую игроки могут получить просто покупая доллары или евро, им нужно повышать ставку, ну я вот сегодня думал, сколько, 40%, 60%, мне кажется, даже 60% уже не остановит игроков от того, чтобы покупать доллары. То есть я могу занять под 60% рублей, купить доллары и заработать, потому что если у вас за день национальная валюта падает на 20%, сегодня 114-115% на Форекс, то вы в любом случае будете покупать валюту, а не относительно депозит. И других вариантов нет. Я месяцами говорил, покупайте валюту, никаких депозитов. Вы проиграете, если пойдете относить по 20%, по 23%. Вот сегодня мы все стали правы. И второй момент, который нужно подчеркнуть. Мы долго говорили о том, что будет два курса. Что вот эта политика Центробанка с попытками скрыть реальную ситуацию после того, как прекратились торги на московской межбанковской валютной бирже из-за санкций парой доллар-рубль. Соответственно, Центробанк стал сам устанавливать курс где-то в кабинетах, в темных, основываясь на каких-то межбанковских сделках. И вот теперь мы видим, что у Центробанка курс 103 рубля, 105 рублей. А второй курс, реальный, по которому вы можете купить доллары, это 115 на Форексе. И мы все сразу забыли про курс Центробанка. Почему-то все стали публиковать сегодня курс Форекса. Это что такое? А это и есть тот самый двойной курс, о котором так долго говорили большевики. Смотри, пункт 2. Вот эти две вещи сегодня нужно зафиксировать. Первое – провал полной экономической политики и явная фаза кризиса экономического в России. Второе – двойной курс, с которым нам теперь жить. Мы смотрим на Форекс, мы смотрим, что говорит ЦБ. И это разные цифры. А еще мы теперь знаем, по чем можно купить доллар в городе вашем, где вы живете. Ну, пойдите и купите доллар или евро. И напишите в комментариях, за сколько вам его предлагают. Вот, я думаю, повеселимся над третьим курсом. Здесь есть два механизма. Первый механизм – это сейчас они экстренно собираются на заседание Центробанка, я имею в виду, и задирают учетную ставку до небес. На это вряд ли они пойдут. Ну, то есть, по идее, надо было очень серьезно задирать ставку, чтобы охладить пыл спекулянтов. Еще раз говорю. Потому что деньги сейчас можно взять по 22% и заработать за один день просто, понимаете, за один день. Вы берете на 22% годовых, а зарабатываете эти 22% за один день. То есть, в такой ситуации курс не остановить. Падение курса не остановить, да? И второе, что может сейчас предпринимать государство, наверное, оно завтра это сделает или послезавтра, это снова вести стопроцентную обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Это значит, что они не могут оставлять деньги за рубежом, валюту, они должны всю валюту приводить и продавать на российском рынке. Это может несколько стабилизировать ситуацию. Но проблема в том, что Силуанов на днях вчера, по-моему, сказал, что вообще-то девальвация рубля очень хорошо работает для экспортеров. У них там непростая ситуация, поэтому мы так сквозь пальцы глядим на ситуацию с курсом, пусть они себя почувствуют неплохо, экспортеры, да? То есть вы как бы девальвировали рубль в интересах экспортеров, в интересах нефтяников, металлургов, олигархии, ущерб народу. Окей, это ваш известный принцип действия. Но при этом вы завтра заставляете экспортеров продавать всю выручку. Это противоречит одно другому, да? То есть для них продажа обязательной валютной выручки – это домоклов меч. Это просто страшная кара, если им запрещают использовать свои доллары, которые они получают от экспорта, да? А заставляют их продавать по рублей. Соответственно, вы как бы о них заботитесь, но завтра же отрезаете им руку. Нет, так не пойдет. Это не объяснение. Соответственно, смотрим. Первый вариант – задирать учетную ставку на экстремное заседание. Второе – вводить снова 100% обязательную продажу валютной выручки, от которой они не так давно сами отказались, я имею в виду, правительство. Вот два способа. Остальное не… И они, кстати, не сработают тоже. То есть курс дальше будет расти. Просто он будет расти, допустим, не до 150 до конца этого года, к началу нового года, да? А, допустим, меньшими темпами расти. Но сейчас тенденция просто устрашающая, если честно. Как в такой ситуации вести себя обычным россиянам? Я советовал покупать доллары всегда. Иногда я говорил еще, ладно, не хотите доллары покупать, мешайте корзину, там, 30% депозит, 30% валюта, 30% вкладывайте в себя, в новые навыки, которые вы можете монетизировать на рынке труда, да? Новые навыки, которыми вы сейчас не владеете, которые позволят вам пережить тяжелые времена. Но люди слушают телевизор, люди слушают Силуанова, который говорит, несите на депозиты, не верьте доллару. Вот вы пользуетесь долларами? Нет. Ну и зачем вам тогда доллар, да? Это обман. То есть государство в очередной раз обмануло людей, надо четко это зафиксировать. Поэтому сейчас, что делать конкретно тем, кто не купил, не сидит в валюте, да, и не пережидает эти смутные времена с валютой под подушкой? Соответственно, дальше два варианта. Первый вариант. Если государство начнет вводить ограничения на свободную конвертируемую валюту, а это может быть, да, то есть ограничить курс, то возникнет черный рынок валюты. Соответственно, на черном рынке валюты очень опасно играть непрофессионалу, да, то есть того, что вас могут просто обмануть. Вы пойдете покупать в подворотню доллары, вам подсунут куклу какую-нибудь. Помните, с 90-х годов подсовывали куклу, нарезанную бумагу. Соответственно, вот здесь уже начинаются риски. То есть если вы вовремя не слушали экономистов, которые предрекали ситуацию, которая сегодня вышла наружу, то сейчас много рисков. Но в перспективе, конечно, доллар, евро гораздо лучше, чем депозит. И никакой не юань. Пожалуйста, не верьте в юань, потому что начинается торговая война США с Китаем. В США будут вводить пошлины, препятствующие попаданию китайских товаров на американский рынок. А в ответ Китай будет девальвировать свой юань, чтобы остаться конкурентоспособным на американском рынке. Поэтому ситуация с юанем очень непредсказуемая. Не будет ли девальвация юаня, или будет она, вообще большой вопрос. Поэтому надежнее, конечно, евро, доллар как средство накопления и сбережения их от инфляции, от потери доходов. Да, все экономисты, которые считают, условно говоря, за последние месяцы доходность капитала, вложенного в депозиты и в валюту, признают кратное превышение, кратное, то есть не там на проценты, а кратное превышение доходности в валюте. Поэтому слушайте людей, которые говорят, что у Путина все плохо. Те, кто говорят, что у Путина все хорошо, если вы их слушаете, вы нищаете. Вот запомните сегодняшний урок ваш. Вячеслав, вы считаете, что тяжелые времена уже наступили? Разумеется, конечно. Но сегодня вы уже понимаете, что это паника. То есть то, что происходит на рынках, это паника, другого слова не назвать. То есть люди не верят в то, что государство может взять ситуацию в свою рубль. Поймите, инвесторы рискуют миллиардами, когда они играют так против рубля. Если они не уверены в том, что государство может ситуацию возвратить вспять, они не будут так загонять рубль в болото. Они потеряют свои кровные деньги. Соответственно, когда мы видим вот этот взлет, мы понимаем, что все игроки осознают, что дальше будет только хуже.